Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюз. С вами я, Анна Глазунова. Наша команда готова рассказать о главных событиях Казанского Федерального Университета. Итак, сегодня в выпуске. Ректор КФУ Льшат Гафуров поздравил Елабушкин институт с юбилеем. В Казанском университете состоялся третий международный юридический конвент. Фестиваль народного творчества по Волжье и Мелихадине национальное достояние прошел в КФУ. Как правило, каждое высшее учебное заведение имеет свои особенности, традиции и наш не исключение. Продолжая знаменитую традицию, свой день рождения отметил Елабушкин институт КФУ. Елабушкин институт КФУ отметил 120 лет со дня основания. Празднования юбилея продолжились торжественным балом. Мероприятие посетил ректор Казанского Федерального Университета Ильшат Гафуров, президент Лиги студентов Республики Татарстан Руфат Киямов и другие. Я люблю приезжать в Елабугу. Здесь живут мои папа и мама. И здесь большое количество моих личных друзей. И здесь же находится наш Елабужский институт, который все годы служил правдой, развитию города, сохраняя его и культурное, и историческое наследие. Праздничный бал был открыт директором института Еленой Мерзон и студентом факультета математики и естественных наук Никитой Гудовским вместе с преподавателями и студентами. Традиция отмечать день рождения института балом зародилась в ВУЗе 6 лет назад. И Елабужский институт эту славную традицию продолжает. Такое зрелищное мероприятие позволило воссоздать атмосферу исторического прошлого института. А в конце был вынесен большой торт и зал озарили огни и фейерверка. Валерия Муратова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Ильшат Ахмадеев, Универньюз. Представители китайской компании GoldenElefant посетили химический институт имени Бутлера ВКФУ. О том, какие совместные проекты готовят Казанские федеральные университеты наши китайские партнеры, смотри в следующем сюжете. 22 ноября химический институт имени Бутлерова Казанского федерального университета посетили представители китайской компании GoldenElefant. Руководство института ознакомило китайскую делегацию с деятельностью лабораторий. В рамках визита было рассказано о изучениях, направленных на разработку инновационных лекарственных средств, а также о подготовке высококвалифицированных кадров. Встречу посетил и генеральный директор особой экономической зоны Алабуга Тимур Шагивалеев. Он отметил, что Алабуга готова к сотрудничеству с одним из мировых лидеров химической промышленности. Экономическая зона Алабуга – это место, куда приходят международные инвесторы строить свои заводы. Когда они строят современные заводы, на этих заводах современное оборудование. Поэтому для современного оборудования необходимы специалисты мирового уровня. Компания Golden Elephant специализируется на производстве химической продукции и минеральных удобрениях и входит в число крупнейших предприятий Китая. Лесяна Юпова, Ленарда Влесьяров, Универньюз. Казанский университет провел конвент студентов и аспирантов, которые можно смело назвать собранием великих умов тех, кто способен внести свой вклад в развитие юридической науки и практики. В КФУ состоялся третий международный научно-практический конвент студентов и аспирантов. Электронное правосудие и процессы цифровизации права, проблемы и перспективы. Эта тема является актуальной, поскольку она обсуждается не только в средствах массовой информации, но и в научных кругах. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие для нас, оно хоть и ежегодное, но оно не менее торжественное, чем это происходит каждый раз, когда в университете в КФУ собираются молодые ученые, те, кто готов двигать юридическую науку к ее вершинам. В рамках конвента организованы актовые лекции ведущих ученых юридического факультета Казанского университета, мастер-классы известных практикующих юристов, предметные олимпиады, а также показательное судебное заседание с участием действующих судей в качестве членов жюри. Почетные гости у нас представители Конституционного суда, Верховного суда из аппарата, полномоченного по правам человека. Мероприятие также посетил почетный гость из Германии, судья Андреас Мюллер. Конвент является продолжателем традиционной ноябрьской международной конференции, проводимой юридическим факультетом уже более 10 лет. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. Шеф-редактор журнала «Эксперт» Татьяна Гурова провела мастер-класс в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ. О том, как у издания получается до сих пор оставаться авторитетом в медиасреде, смотри далее. Будущее средств массовой информации принято описывать в категориях «это убьет то». Телевидение убьет радио, интернет убьют газеты, мобильные убьют компьютеры. Этот подход – издержки спортивной журналистики. В любом интересном матче считает редактор. Должна быть чья-то победа и чье-то поражение. Иначе не возникает ни подключения к радости победителя, не зачувствуя проигравшему. Сейчас все время идут споры относительно того, что печать и интернет – это две большие разницы. На мой взгляд, с точки зрения собственного журналистского труда, разница здесь минимальная. 22 ноября в стенах в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялся мастер-класс, посвященный теме сохранения авторитета в современной медиасреде. Если у вас нет мифа внутреннего, то вы в конечном итоге аудитории своей будете неинтересны. Совершенно неважно, предстоит ли изданию охватывать большую аудиторию, или оно имеет узконаправленность, или планирует занять лидирующую позицию в медиасреде. Прежде всего, оно должно ориентироваться на вкусы аудитории и дистанцироваться от нее, воспринимать ее как равноправного и активного партнера в диалоге. Диана Шилова, Виолетта Басова, Универньюз. О других новостях КФУ вы узнаете в следующем сюжете. 22 ноября в Инженерном институте Казанского федерального университета с лекции выступил научный редактор портала «Про качество» Данил Кочетов. Это государственный медиапортал для продвижения идей качества в бизнес-сообществе. Портал создан для специалистов в области качества. Наша цель – перенести взаимодействие в онлайн-режим, потому что сейчас большинство информации поступает все равно в нашей сфере в печатные виде. Мы хотим это перенести в онлайн. Республика Татарстан очень сильно работает с качеством управления и качеством продукции. У вас очень сильные вузы. Мы приехали именно к вам. Лекция состоялась в рамках недели качества, которая проходит в Республике Татарстан. В КФУ ведется подготовка бакалавров по направлению управления качеством и магистров по метрологии и сертификации. В конференц-зале КСК «Уникс» прошла международная научно-практическая конференция «Диалог Запад-Восток. Актуальные проблемы современного образования и педагогики». Конференция была в онлайн-формате. Студенты КФУ общались по скайпу с университетом Иши, который находится в Ираке. Всего было прослушено 13 докладов. 20 ноября в Институте международных отношений КФУ состоялось официальное открытие 12-го дипломатического семинара молодых специалистов. Это научно-образовательная программа и молодежная площадка для открытого диалога по вопросам сотрудничества в сфере международных отношений, экономики, права публичной дипломатии и истории. Анна Глазунова, Леонарда Валерьярова, Аята Басова, Универньюз. Звонкие песни народов по Волжи, яркие танцы, театральные постановки, стихи. Все это было представлено в Казанском федеральном университете. Подробности с детского и юношеского фестиваля народного творчества «Мили Хазине. Национальное достояние» в следующем сюжете. Перед актовым залом Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета в национальных нарядах красуются девушки. 21 ноября здесь прошел галоконцерт фестиваля народного творчества по Волжье «Мили Хазине. Национальное достояние», которое стало уже традиционным. В девятый раз он собирает талантливую молодежь со всего Татарстана, а также из Башкортостана, Мариелы Мордовии. В этом году участниками стали более 400 человек. Хореографический коллектив «Талисманы Зарска» участвует в этом фестивале уже второй год. Мы решили взять исконно наше, татарское, фольклорное, уйти в истоки, в корни наши и попробовать себя в роли наших бабушек молодости. Каждый из участников мог проявить себя в любой из представленных номинаций. Царина Никитина заняла второе место в направлении вокально-хоровой исполнительства. Я пела сольно, пела татарскую песню, народную песню «Томат Канда». Да, есть такая волнительность, но ты справляешься, когда смотришь на людей. Не так страшно, но потом привыкаешь к сцене. Студент Казанского федерального университета Айдар Насибулов здесь впервые и вместе со своей командой он поставил театральную сценку. То есть сюжет заключался в том, что я был молодым ханом, к которому приезжали гости и рассказывали небылицы. Мы отсылались на народы, проживающие на территории Поволжья. В рамках фестиваля прошла выставка работ декоративно-прикладного искусства. Здесь и куклы ручной работы в красивых нарядах, и украшения, красочные картины, и вышитые узоры на тканях. Главная цель фестиваля – это сохранение развития языков, культуры и традиций коренных народов Поволжья. 20 ноября прошел отборочный тур, где жюри просмотрело более 130 номеров. Лучшие были награждены на сцене дипломами, кубками и призами. Анна Глазунова, Ленардо Валитьяров, Универньюз.